С Новым Годом и с Рождеством Христовым. Пусть вас Бог благословит. Так хорошо Новый Год, новое время, все новое. Не повторяйте все плохое из прошлого года. Входите в Новый Год с новыми намерениями, новыми планами и новыми подходами. Пусть вас Бог благословит. С вами пастор Генри Мадава. Это Голос Победы. Единственное, что я прошу, чтобы вы сохранили и взяли с собой в Новый Год, это Победа. Всегда нужно побеждать. Многие люди задают вопрос часто. А как всегда побеждать? А я, например, я превращаюсь в елку, хоть украшаюсь, но это радует. Но, знаете как, когда мне было три года, я очень хотел так одеться, мама не дала. А теперь я одеваюсь. Шучу. Но главный вопрос такой. Бог желает, чтобы через молитву мы соединялись с небом. Потому что молитва это соединение человека на земле с Богом в небес. Это самый лучший метод. Пройти 21-го года и побеждать, когда я соединяюсь с Богом в небес. Тради будем слушать эту проповедь. Оно благословит вас и снарядит, чтобы вы могли успешно пройти через 2020-21 года. Слушаем. Сегодняшняя проповедь называется молитва соединения земного с Богом в небес. Бог слышит молитвы. Он слышит молитву. Бог отвечает на молитву. Бог двигается в ответ на молитву. Вы редко увидите на земле, чтобы Бог что-то делал и не было человека, который где-то молился, взывал, постился, искал, плакал перед Богом. Бог всегда двигается в ответ на молитву. Если тебе нужно какое-то движение Божье в твоей жизни, включись в молитве. Бог никогда не игнорирует молитву. Послание Якова, 5 глава, 16 стиха по 18, Библия говорит, признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Илья был человек подобный нам и молитвой помолился, чтобы не было дождя и не было дождя на землю три года и шесть месяцев. И опять помолился и небо дало дождь и земля произрастила плод свой. Заметите, да, мы каемся перед Богом действительно, правильно, но почему-то Библия говорит, что если ты хочешь исцеляться, освободиться или убрать последствия каких-то греховных поступок, нужно признаваться друг перед другом, чтобы исцелиться. Прощение можем получить, говоря с Богом, но если мы хотим исцеления, мы хотим освободиться, мы хотим что-то не решается, нужно прийти кому-то и поговорить, рассказать о своей ситуации, за тебя помолиться и исцеление придет. Заметите, из этого местописания, которое мы читали, мы видим три разные позиции. Первое, написано про молитвы, что усиленная молитва праведного много может или сильная. Бог считает, что молитва имеет большую силу, молитва. важно понять, сила не в голосе того, кто молится. Сила в том, кому направлена молитва. Молитва направлена к Богу. Она имеет большую силу из-за того, кому направлена молитва. И заметьте, что поскольку мы молимся Богу, это означает, что это Бог, который слышит эту молитву. Сила молитвы не от голоса, а от Бога, который первый способен слышать, Он слышит молитву. И два, его способность отвечать, и его желание отвечать. Две вещи, которые определяют силу нашей молитвы. Способен ли Бог ответить? Два, желает ли Он ответить? Это же те вопросы, с которыми борются люди. И когда пришел к Иисусу человек прокаженный, у него то же самое, то у этого человека была только вторая часть вопроса. Он сказал, Господи, я знаю, что Ты можешь меня отчислить, если ты захочешь. То есть, он верил, что Иисус может, но он не уверен был в том, что Бог Иисус хочет. Иисус ответил ему, отвечая всем нам, хочу очистить. Заметите, что Господь Бог всегда хочет отвечать на твои молитвы. Библия говорит к Ефесянам 1 глава 18 по 23 стих последнего к Ефесянам говорится «И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания его, и какое богатство славного его для святых, и как безмерно величие державной силы его, которую он воздействовал во Христе воскреси его из мертвых». К Ефесянам 3 глава 20 стих «И тому, кто действующий в нас силой может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем». Способность Божия отвечать на молитву какое? Он может делать больше, чем мы можем с вами попросить или помыслить. То есть, что бы ты ни помыслил, какие бы масштабы твоего мышления как человека, они никак не могут равняться способность Божия на ответ. Способность Божия на ответ остается Божия. Ты можешь просить как человек, а он может несравненно больше. Из-за этого никогда, никогда в жизни не ограничивай себя и Бога мелкими молитвами, потому что мелкие молитвы ограничивают тебя. Бог может делать много. Когда Бог спас тебя, когда Бог отдал Сына Своего, когда мы молимся во имя Иисуса, он и есть ответ, от этого Бог получает славу. если я молюсь во имя Иисуса и нет результата, то Бог от этого славу не получает. Потому что ответ на молитву это как будто подтверждение истинности смерти, воскресения Господа Иисуса Христа и сила в Его имени. Поэтому когда ты молишься, молись смело. Бог заинтересован в том, чтобы на твои молитвы были ответы. Скажите со мной Амин. Исходя из текста, который мы читали к Иакова, молитва сильная из-за состояния того, кто молится. Если вы заметите, там написано усиленная молитва праведного. Этот человек, который молится согласно Библии, для того, чтобы молитва его была сильная, то надо, чтобы он был праведным. Замерите, первые требования, которые имеются к этому человеку, который молится, это праведность. Конечно, когда мы говорим о праведности, есть две позиции, которые нужно учитывать. Первое, наша праведность во Христе Иисусе. Потому что Иисус Христос сделался для нас праведностью от Бога. Но вторая позиция праведности, это не только то, что мы имеем во Христе. Сразу если вы заметите, там речь идет об Илье. Илья-то молился не тогда, когда был Господь Иисус. Иисус еще не был, но он был праведным. Как же Илья был праведным? Имеется ввиду поступки. Потому что человек говорит, я имею праведность во Христе, но теперь я буду жить как хочу. И моя молитва должна работать. Заметите, праведность, которая во Христе, зачем она нам дается? Чтобы она переводилась на праведность в жизни. Не добрые дела дают нам праведность? Нет. Но потому что мы имеем праведность от Бога, мы начинаем творить добрые праведные дела. Когда мы с вами имеем мы положение праведного, то есть имеем праведность, которая от Бога во Христе. И эта праведность, которая от Бога во Христе проявляется в жизни нашей каждый день, то мы имеем стопроцентный доступ к Богу. Третье, усиленное, молитва должна быть усиленная или по-другому от души. Чтобы была усиленная молитва, должна быть уверенность в сердце. Скажите уверенность. 1 Иоанна, 5 глава, с 14 стих по 15. Библия говорит, вот какое дерзновение или по-моему уверенность мы имеем к нему. что когда просим его по воле его он слушает нас. А когда мы знаем, что он слушает нас во всем, чего бы мы не просили, знаем то, что получаем просимое от него. Заметите, что уверенность, которую мы имеем. Скажите уверенность. Скажите дерзновение. Во-первых, почему у меня дерзновение? Потому что я не чужой Богу, я свой. Я Божье дитё. Библия говорит, мы свои Богу. То есть, когда Бог видит нас, Он говорит, о, мои пришли. Скажите, мои. Отчего мы имеем эту уверенность? Молиться по воле Божьей, это молитва по слову. У тебя есть проблемы дома, найди, что написано в Библии об этом. и бери эти местописания и молись по слову Божьему. У тебя возникли сложности на работе. Возьми местописание из Библии и молись по слову Божьему. Рано или поздно Библия говорит, что слово Божье это как молот разбивающему скалу. Продолжай молиться, оно принесет плод, результат. Скажи это Амин. Вы знаете, что я обнаружил? Дьявол ходит по этому миру и начинает очень много пожаров. Пожаров в жизни человека, пожаров в семье, пожаров в работе, пожаров в церкви, много пожаров в стране. Дьявол создает много пожаров с целью уничтожить людей, разрушать, убить, погубить. Вот. И что же я обнаружил? Бог, он нашел решение к этим пожарам. Что за решение? Молитва это Божий метод тушить дьявольских пожаров. Если Бог дает тебе поручения большие, там демоны против тебя большие, но не переживай, не обращай внимания на эти большие демоны, обращай внимание на большие ангелов, которые Бог поручил защитить тебя, потому что ты на большей, Бог знает, что большие атаков, и поэтому Он приготовил большую защиту. Кто не будет, скажите со мной амин. Амин. Если в твоей жизни сейчас есть пожар какой-то, не переживай, потому что сила Божия в молитве способна убрать на личном уровне, на семейном уровне, на уровень церкви, на уровень служения, на уровень города, на уровень страны, на уровень региона, на уровень континента, на любом уровне убрать все дьяволские пожары. Что может делать молитва? Молитва может приносить избавление, скажите, избавление. то есть когда человек молится, большое Божие избавление может прийти, если в твоей жизни сейчас есть какие-то вещи, которые давят, которые мучают, которые не дают тебе движения, тебе нужно избавление от них. Это не только болезни, многие вещи бывают. Библия говорит, Псалом 106, Псалом 106, 20 8 стих по 32 Библия говорит так, но возвали к Господу в скорби своей, и он вывел их из бедствий их. Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают, и веселятся, что они утихли, и он выводит их к желаемой пристали. Можно здесь остановиться. Библия здесь говорит о том, что Господь Бог вывел их из бедствия. Но сначала что они сделали? Они воззвали. Скажите, воззвать. Многие вопросы мы думаем, что мы решим сами. Это ошибка. Научись воззвать к Богу. Притом, когда ты зовешь к Богу, Он избавит тебя. Когда Бог избавляет, некоторые вещи, от чего Бог избавляет в молитве. Например, исселение, болезни. Но не только от болезни, но молитва может исселить болней и исселить все, что болнует в твоей жизни. Бывает болнует не физическое тело, а болная душа, болные эмоции, болная семья, болное служение, болное много чего бывает. Не только физическая болезнь уходит, но также все, что болнует в жизни. Молитва выздоравливает. Пастор Генри, да, у меня умерло желание жить. Молитва может воскрешать желание жить. Вы не представляете, как тяжело проснуться утром и нет желания жить. Это вообще тяжело. Это депрессия. Оно приходит к верующим, к неверующим. Оно не должно было прийти к верующим. Не должно было. Когда теряется, как будто не видишь смысла жизни. Это очень тяжело. мой совет помолись, чтобы Бог оживил умершее желание жить. Надо, чтобы оно вернулось. Что еще может делать молитва? Молитва, оно также помогает нашей душе. Смотрите, как написано в филиппинцам 4 глава 6 по 7 стих. Не заботитесь ни о чем, но всегда в молитве и прощении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Так, и мир Божий, который превыше всякого ума соблюдает сердце ваше и помышления ваше во Христе Иисусе. Заметите, молитва это диалог. Оно приносит мир в душу и в разум. Молитва это диалог. Я говорю и Бог реагирует. Заметите, я ставил слово реагировать специально, потому что Бог реагирует не только тем, что Он говорит тебе. Одно из Его методов реакции это Он говорит тебе да. Молитва это диалог двухсторонное движение. Но в этом тексте, который мы с вами читали, реакция Божия, которую мы видели, оно не обязательно было словами. И Бог говорит открывайте свои нужды. Открывать это означает просить из-за слова дай презентацию твоей ситуации. То есть презентуй пожалуйста твою ситуацию. Расскажи, докладывай. Когда мы постоянно бываем в общении с Богом, от Его престола приходит мир, сила, мудрость. проявления даров, помазания, мысли, идеи, откровения. Много что приходит от Бога к нам, когда мы с Ним общаемся. Кто наоборот, скажите со мной аминь. Вот получается, смотрите, надо этого делать. Иисус Господь наш, Он в Гесманском саду. Кто помнит, о чем молился Иисус в саду? Очень, если можно, чтобы эта чаша прошла мимо. Скажите мне, прошла ли чаша мимо? Нет, не прошла. Осталась чаша. Но, смотрите, как Он входит в чашу. Он вышел из сада, встречает вот эти все. И Он говорит, а чего вы идете, как будто идете арестовать разбойника? Вы видите, какую его уверенность теперь? А в молитве как будто трепет. А выходит, говорит, как будто он уверен. А чего вы как разбойнику? Я с вами был каждый день. И тут Петр достает меч, отсекает ухо. И что сделал Иисус? Вперед ухо возвращает. Говорит, не надо, так нельзя. Назад ухо нас вернул. Уже уверен, уже нет того состояния, ой, надо ли пройти через этого? Он укрепился. Я уверен, что процент во время молитвы в Гефсиманском саду пришло укрепление. его случае даже ангели приходили. И я понимаю, во время общения с Богом нет ничего, что сделался с Иисусом, что не сделается с нами тоже. Бог посылает укрепление. Ангели Дух Святой начали нас укреплять. И Он вышел из этого Гефсиманского сада крепкого внутреннего настроя другого. И Он готов. Многие служения умирают или не состоятся по одной причине. Люди не общаются с Богом. Многие призваны, многие имеют Божий план, но они забыли общаться с Богом. И в результате их призвания предназначения умирают. Бог желает, чтобы мы имели успех. Слава Господу! Так хорошо! Вы знаете, молитва творит чудеса, меняет человека. Всегда надо молиться. И когда мы молимся, чудеса происходят. Давайте посмотрим на некоторые чудеса, которые произошли с людьми. Мне задают вопрос, часто люди задают, как рождаются чудеса пастора Генри? Время, когда я наедине с Богом в молитве, это то время, когда эти чудеса рождаются. А когда я уже на сцене, там не рождаются, там они производятся. Но наедине с Богом в молитве, там чудеса и начинают. Молитва рождает чудеса. Давайте посмотрим на эти свидетельства. Идти до краев земли и проповедовать Евангелие, призыв Господа Иисуса, который остается неизменным. С 2003 года служение Христос для всех городов расширяет границы и завоевывает новые территории для Царства Божьего, проповедуя Евангелие в странах Азии, Африки и Европы. Фестиваль Иисуса это место, где каждый может прийти и получить свое чудо от Бога. Место, где тысячи людей, слыша благую весть, обретают спасение, исцеление и восстановление. Людмила пришла сильной болью в правой стопе. Сейчас боль практически прошла. У вас была боль в правой стопе? Да, да, да. Под стопой внизу и вот тут сбоку я даже не могла наступать и вот так не могла делать. Давайте мы делаем. Делаем. Ага. Хорошо. Слава Богу. Пусть вас Бог благословит. Валентина последние полгода мучилась от межпозвонковой грыжи. Сейчас она ощутила облегчение. У вас была межпозвонковая грыжа? Да. Как давно началась? Где-то полгода коронавирус сейчас. Чем вы определили? И амортизи делали мы, и там грыжка сантиметр на полсантиметра. У меня сильно боль зажимала, нерв грыжа издавала грыжки в ногу. И сейчас что произошло? Легче. Легче? Боль ушла. Боже, спасибо тебе за это во имя Иисуса. У Оксаны было уплотнение на руке в размер с горошину, и оно болело при повороте руки. Во время молитвы боль и уплотнение ушло. У тебя было уплотнение? Да. Уплотнение было в районе кисти. Когда поворачиваешь руку, я даже удивилась, оно даже как горошина выделялось. И когда трогаешь, то оно болело. И поворот кисти, оно болело очень. И сегодня во время молитвы, когда вы сказали опухоль и уплотнение уйти, вот оно все ушло. Ушло? Да. Слава Богу. Это вот такой Бог отвечает. Мне надо трогать там, где болело. Во имя Иисуса. Слава Богу. У Аллы удалили желчный пузырь, из-за чего была тяжесть в печени. Во время молитвы она почувствовала легкость. У вас была тяжесть в печени? Когда вас удалили желчный пузырь? Пять лет тому назад. А что сегодня случилось? Легкость. Легкость. Легкость, да. Боже, спасибо тебе. Слава Богу, что Он верен и Он живой. Но Он верен не только в том, что Он исилает, Он может спасти тебя, дать тебе жизнь. И если ты говоришь, пастору Генри, я хочу покаяться, промириться с Богом, я хочу помолиться с тобой. Любящий Господь услышит и простит тебя. Скажи эти слова со мной. Скажи, Отец Небесный, прости меня все мои грехи. Я хочу войти в Новый год новым человеком. Войди в мое сердце, Иисус, и будь моим Господом и Спасителем. Благодарю тебя. Во имя Иисуса. Аминь. Если ты помолился эту молитву искренне, поздравляю. Новый год, новый день. Здорово. Заметите, кто во Христе, тот новый человек. Прошлое ушло, а все стало новое. Я поздравляю вас. И мы хотим знать вас. Напишите нам, мы будем очень рады общаться с вами. Если у вас есть какая-то нужда, болезни, проблемы, я хочу помолиться, чтобы Бог дал вам новогодний подарок в виде чуда. Разложите руку там, где болит, или на сердце, если у вас какая-то еще другая нужда. Отец, я благодарю тебя, что ты Бог чудес. Я спрошу, я прошу тебя, Отец, дай новогодние подарки твоим детям. Да придет исцеление. перемена в семье, изменения в работе, прорыв в бизнес, помощь в учебе и во всех вопросах во имя Иисуса. Амин. Пусть вас Бог благословит. С Новым годом вас! С Рождеством Христовым! Мы вас любим и солнцем. С Новым годом вас! etter Todа! Боже в